Друзья, всем привет! На связи Александр Юнюк, с вами команда TVT-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница и мы подводим итоги торговой недели. Начнем мы с американского доллара, который камнем повалился вниз. В принципе, торговая идея была достаточно простой. От дисбаланса, который был образован ранее, здесь мы видим дивергенцию кумулятивных дельт, был смысл рассматривать продолжение нисходящей траектории. В целом, это продолжение сейчас мы и видим. Удешевление долгов, которые были проданы, это один из способов, как сделать долговую нагрузку полегче, поменьше. И, соответственно, это на текущий момент основной вариант, как можно это сделать. Я считаю, что падение американского доллара будет продолжаться и дальше. Да, будут коррекции, да, будут какие-то локальные отскоки, но в целом среднесрочно, до момента, пока ставку не начнут снижать, то это будет единственный вариант, как сделать долговую нагрузку полегче. Так, кстати, на этой неделе ФРС приняли решение, ФОМС приняли решение по поводу процентных ставок, ставку не подняли. Но это круто, инфляция снизилась, это круто. Индексы потребительских цен, цен производителей, все снижается, все круто. Базовая инфляция остается на месте, что тоже хорошо. Вот, но рынок все равно нашел тот момент, к чему на рынке не бывает. Все прям круто. Вот, в ходе заседания ФРС было озвучено, что представители планируют поднимать ставку еще два раза в этом году и доводить ее до отметки 5,5-5,75, где-то в этот диапазон. Вот, так как данные, которые поступают, они поступают с лагом и, возможно, прямо сейчас, с трехмесячным лагом, и, возможно, прямо сейчас инфляция растет на самом деле, текущая именно вот та, что в моменте. Вот, поэтому они рассматривают такой вариант, что до конца 2023 года еще ставка два раза будет повышена. В 2024 году они ее снизят там в районе отметки 4,5, а в 2023-2025 еще больше снизят. Вот, таргет по инфляции тоже пересмотрели, текущая ожидаемая инфляция на конец года 2,98. Вот, поэтому все хорошо, кроме вот этого одного нюанса, что ставку будем повышать еще. Посмотрим, будут они повышать еще или нет. Пока тенденция окей, тенденция по инфляции снижает, инфляция падает на всех фронтах, вот, соответственно, это хорошо. А вот то, что нехорошо, это то, что придется занимать деньги под такую высокую ставку. Это никто делает, ну, не захочет, ну, кому нужно брать кредиты под большие ставки. Непонятно. Соответственно, скорее всего, я считаю, что ставку поднимать не будут. И текущее рыночное состояние, то, что рынок закладывает такую вероятность, понятие процентных ставок, есть смысл использовать для накопления позиций. А вот ЕЦБ подняли процентную ставку, подняли процентную ставку и сказали о том, что планируют еще ее поддержать некоторое время. Да, реинвестирование тоже они пока не планируют проводить по длинным бумагам. Поэтому для евро все отлично. Разница между монетарными политиками выровнялась, грубо говоря. Потому что ФРС ставку не подняли, ЕЦБ чуть подняли, инфляция в еврозоне тоже снизилась. И, соответственно, фиктивные ставки, они выровнялись практически. Вот. Таким образом, я считаю, что евро достиг своей цели 1.1. Об этом мы говорили, что если ставку все-таки поднимут, а не оставят на месте, то 1.1, 1.11 это тот диапазон, в котором евро дальше продолжит торговаться в зависимости от изменений ожиданий. Вот, в принципе, в этот диапазон мы и пришли. Отличная ситуация была. Лонговая от уровня объема. Да, пока без торговых идей по европейской валюте. Швейцарский франк такое же движение, как и евро. Яркие покупки с самого минимума приводят к тому, что цену загоняют повыше. Вот интересно сегодня будет понаблюдать, фонды сбросили свои лонги или нет. Потому что три недели подряд они плавненько-плавненько сокращали лонговую позицию, наращивали чуть шортовую. Но, как мы видим, что основной объем он оставался. Основной объем оставался у них в лонговой позиции. Вот, поэтому интересно, ну, все правильно они сделали или нет. Так, дальше австралийский доллар. По австралийскому доллару, конечно, не очень окей. Я рассчитывал на то, что верхняя граница, она останется границей, которую не пройдут. Дивергенция продолжала развиваться, все было круто. Но вот, как мы видим, что пробой произошел, закрепление выше этой границы произошло. И цена пододвигается к уровню объема за сентябрь 2022 года. Я считаю, что это выступит хорошим сопротивлением. То, что американский доллар уже снизился, это уже все заложено, потенциальные изменения монетарной политики уже заложены в цену. И, соответственно, дальнейшего эффекта какого-то влияния это не будет иметь. И поэтому я считаю, что есть смысл рассматривать шорт по австралийскому доллару, так как эффективная ставка у них значительно ниже, чем у остальных. Соответственно, они не очень привлекательны для долгосрочного инвестирования. Вот, это основной посыл. Ну и здесь хорошее расхождение в сот-индексе. Так, дальше у нас новозеландский доллар, что в целом аналогичная штука. Мы пришли к этому уровню. То есть, по новозеландцу лонговая идея была с более высоким потенциалом, так как дисбаланс основной происходил вот в этом месте. И, соответственно, чтобы закрыть этот дисбаланс, нужно как раз и прийти в этот диапазон. В целом, к нижней границе этого диапазона мы уже пришли. Круто! Вот, шорт по новозеландцу пока не рассматриваю, а буду рассматривать шорт по кросс-курсу австралийск против новозеландца. Но об этом чуть позже. По канадскому доллару шорт-позицию удерживаю и плавненько накапливаю ту ситуацию, ну, восстанавливаю ту ситуацию, которую фиксировал ранее. Пока здесь факторы шорт-приоритета, они остаются. И текущий сбор стоповой ликвидности, он как раз хорошо вписывается в торговую идею шорт-приоритета. Британский фунт просто вау! Просто очень круто выдвинулся. Несмотря на то, что ВВП замедляется, британский фунт взял максимум с падения американского доллара. Фонды сидят в лонгах достаточно длительный промежуток времени. Вот они начали накапливать лонг, ну, очень давно, окей, еще в прошлом году. Но вот здесь огромный прирост был как раз в районе пробоя вот этой наклонной линии. Мы до этого видели, что идет прирост. Не сбрасывают это, во-первых. Во-вторых, начался прирост. И вот в этом диапазоне они накапливали, вот в этом месте они накапливали существенную позицию. Вот здесь. Вот. И это как раз, и они ее удерживают, да. Снижение цены к вот этой области привело к тому, что спрос на британский фунт еще больше вырос. Да, и позицию, я считаю, что они будут ее по чуть-чуть сбрасывать уже после того, как цена обновила, успешно обновила локальный максимум, приближается к важному сопротивлению, уже будут сокращать. Вот. Но в шорт пока не планирую заходить. Здесь пока без торговых идей. Японская иена просквозила ниже. Это единственная валюта, которая не воспользовалась снижением американского доллара. Да. Красивое было закрепление выше этого уровня. Вот здесь очень красиво. И начали так выходить. Круто. Но, во-первых, ожидание по поводу и решение по поводу процентной ставки, что они решили оставить ее отрицательной по краткосрочным. На краткосрочном отрезке и нулевой на долгосрочном. И что будут дальше управлять кривой, это все немножечко подкосило национальную валюту, учитывая то, что инфляция поднялась до уровня 3,5. Вот. Соответственно, теперь эффективная ставка еще ниже. Вот. Таким, ну, если брать с поправкой на инфляцию. Таким образом, японская иена уже становится менее привлекательной для глобальных инвесторов. Еще менее привлекательной. Так, по японской иене пока среднесрочный прогноз, он сохраняется с восходящей ноткой. У нас продолжается дивергенция кумулятивных дейт. Я считаю, что текущее закрепление выше вот этой области на торговочке, оно в целом может выступить хорошей поддержкой. Давайте лучше вот так. Оно может выступить хорошей поддержкой. Посмотрим, удастся удержаться выше или нет. Хеджеры здесь плавненько наращивают свою лонговую позицию. Открытый интерес на локальном минимуме вырастает с, когда цена достигла своего текущего локального минимума. А это говорит нам о том, что есть интерес со стороны крупного капитала. Так, крипта. По крипте интересная ситуация с достижением локальных минимумов ниже отметки 25. Мы с вами говорили, что основная лимитная поддержка 25-25500. Сюда пришли, все круто. Цель полностью выполнилась. И если мы рассмотрим на более младшем таймфрейме, что же там происходило на этом локальном минимуме, то мы увидим, что в основном в минимум продавали, а потом достаточно быстро, по сути, одной свечой, ну ладно, несколькими свечами, вот здесь выкупили. Это классическая контратака. То есть объем наторговали, контратаку провели, выкупили тот объем, который продавали ранее. Это хорошая возможность для спекулятивного трейда, учитывая еще и то, что ФРС прошли, что уже есть четкое понимание, плюс-минус, точнее, понимание того, как будет действовать Федеральная резервная система. И здесь после такого глубокого падения и реализации предложения в лимитные покупки, это все как раз хороший повод прокатиться вверх. Так, золото, нефть, ничего не поменялось. Медь, к сожалению, трубовая идея с работой в боковике пока откладывается. По газу ничего интересного у меня не было. Пшеничка, тоже хорошая склеечка, да, перешли на следующий контракт, и пока держится повыше. Я считаю, что вот у нас и появится хорошая возможность для среднесрочного шарта. Да, поэтому здесь вот как раз где-то, где-то вот рядышком мы. Окей, фондовые индексы тулят вверх. Ну, понятное дело, что все отлично в Штатах, да, то есть прогнозы обозначили окей. Единственное, что, ладно, единственное, что повышение процентных ставок. Это не очень окей, но рынок уже это тоже запрайсил, уже это скушал, так как в начале года были ожидания достаточно высокие, что к концу года ставку будут поднимать до 6%. Вот, таким образом, рынок частично это все закладывал в цены. Соответственно, это сейчас никакого особого эффекта не дает. Но, если мы посмотрим на NASDAQ, если мы посмотрим на NASDAQ, мы увидим, что вчера в хай очень много купили. Когда в максимум много покупают, это чаще всего говорит нам о завершении текущей вот этой восходящей волны. Ну, я не говорю о том, что в целом все, все, конец пока, крах нет. Но коррекция на процентиках 5, да, где-то на процентов 5, возможно, чуть-чуть поглубже, 8, к предыдущим вот этим хаям. Это как раз такие достаточно интересные торговые идеи. Поэтому я лично, я хочу сегодня реализовать эту идею через фонды, ETF-фонды, там будет удобнее. Ну, фонды плюс опционы. Посмотрим. Да, но в целом основная идея в том, что реализация рыночного спроса произошла. Это не привело к тому, что цену прям задрали, ого-го-го, как? Хотя здесь покупки были прям существенные. Вот, поэтому рассмотрю шорт-сценарий. По другим инструментам такой реализации не было. Я думаю, что это связано как раз с экспирацией фьючерса, с экспирацией опционов, которые сегодня будут проходить. А там такой нарратив был, что большинство покупали колл-опционы на NVIDIA, на Tesla, на Apple, на всю движуху. Вот весь AI, вот этот сектор, искусственный интеллект. Соответственно, все эти опционы сегодня будут сгорать, будут закрываться по чуть-чуть. Вот таким образом. Провайдер опционной ликвидности, тот, кто был контрагентом, продавал, он хеджировал себя покупкой базового актива, то есть покупкой акций. И когда опцион сгорает, эта покупка акций ему не нужна. Соответственно, он будет от нее избавляться. По поводу спредов. Есть смысл рассмотреть, ну тут на выбор, либо британец, либо канадец, против японской иены, работать на сближение. Я выбрал британец и канадец. Там чуть-чуть и там чуть-чуть. Разделил риск на две части, учитывая то, что особых шортовых идей по британцу у меня нет. Вот, по канадцу есть, но вот только-только недавно закрылась эта позиция, такая же позиция по канадцу, поэтому пока решил разделить на две части. Часть в британец, часть в канадец. Посмотрим. Дальше у нас новозеландец против швейцарского франка. Сходится все ступер. По чуть-чуть они двигаются на сближение, но позиция длинная. Нефть против мазута пока ничего интересного. Серебро против золота пока ничего интересного. Австралиец против новозеландца. Есть смысл рассматривать уже точки спреда. Вот австралиец обновляет локальный максимум. Если новозеландец закрепится ниже этого максимума, австралиец повыше, будет смысл как раз рассмотреть работу на сближение по этим инструментам. Так, здесь пока ничего интересного. Вот как раз британец против японской иены. Момент, когда британец обновляет свои локальные максимумы. Здесь достаточно близко уровень объема. Возможно, от этого уровня, там мы увидим реализацию спроса, и от этого уровня будет возможность еще добрать позицию, увеличить ее и сделать более выгодную среднюю цену. По поводу дельты, как я ее использую. Был вопрос несколько раз. Я его не игнорировал, я его просто... Вот, дельты использую несколько. Во-первых, использую дельту, интродэй дельту, да, с... Вот, кумулятивную за один день. Чаще всего использую за один день, для того, чтобы видеть, что происходило в рамках этого дня. В рамках снижения, да, на локальных минимумах, что там происходило кумулятивно. Больше покупали, продавали, в минимум, в максимум. Вот, а как на это реагировала цена? Это первое. Плюс сюда же добавляю и дельту по количеству, для того, чтобы понимать, была какая-то дивергенция, дисбаланс был или нет. Потому что часто бывает, что на минимумах много продают объема, а по рынку больше проходит сделок на покупку. Это дисбаланс, это что-то ненормальное на рынке, да. И все, что ненормальное, это чаще всего приводит к тому, что будет какое-то трендовое импульсное движение. Вот, следующая дельта, которую использую, это та, которая натягивается. Вот она. И учитывая то, что изменение, вот смотрите, изменение на буквально один бар может кардинально поменять ситуацию, да. Вот такая была дельта. Теперь один бар просто добавляю. Сейчас, оп. Вот. Один бар, точнее, убрал, и она сильно поменялась. То нужны четкие формализированные правила, почему мы натягиваем дельту именно так. Вот. У меня эти правила следующие. То есть я натягиваю такую дельту либо на весь контракт, весь фьючерсный контракт, для того, чтобы посмотреть, что происходило за этот фьючерсный контракт. Есть дивергенция, есть дисбаланс, есть изменение направления дельты. Бывает такое, что там первую половину месяца продают больше в рынок, и цена снижается, все нормально. Но где-то под середину они перестают продавать, и цена стоит на месте. Блин, сейчас быстро так, наверное, не получится найти такую ситуацию, когда еще продолжаются продажи, а цена при этом уже не падает. Ну вот, как и здесь, в принципе. Вот продажи начались на локальных максимумах. Вот это кумулятивная дельта. Это означает, что они с самого начала перебили все те вот покупки, которые были, а эти покупки перебили все те, что были продажи. Вот это кумулятивный результат. Соответственно, вот эти продажи, они существенные. Вот эти существенные продажи на максимумах приводят к тому, что цена снижается. А дальше плавно цена снижается, но идут уже рыночные покупки. Это как раз дивергенция. Да, не нормально, что цена падает, но по рынку проходят большие покупки объема и по количеству в целом тоже. Соответственно, это чаще всего приводит к тому, что в среднесрочной перспективе цену разворачивают. То есть, смотрю еще изменение вот этого показателя кумулятивного дельты за весь контракт, чтобы понимать, есть там резкие изменения в настроениях или нет. Ну, в принципе, это вы можете видеть у меня практически на каждом контракте. О, тут, в принципе, вот такая история и произошла. То есть, продавали, продавали, цена снижается, все нормально, продажи усиливаются, цена снижается. Оп, вышли в покупки. Вот, вот тут изменение произошло в настроении. И это вот как раз та была ситуация, ситуация дивергенции, где небольшое движение вверх было. Не обязательно это тотальный какой-то разворот, но в целом для спекулятивной торговли, для какого-то свингового трейда, типа на недельку, это супер. И последняя дельта, которую использую, это посвященная. Ее использую для того, чтобы, а, перепроверять дивергенцию кумулятивных дельт, так как здесь четко видно, где у нас происходит дивергенция. Вот этот момент, например, синяя вверх, красная вниз. Это дивергенция, потому что больше сделок на покупку прошло в этой свече конкретной, в этот конкретный день, больше объем был продан. Это первая ситуация для использования. Вторая – это контратаки, выявление контратак, момент, где у нас на минимумах, например, много продают объема, а потом резко выкупают, но эти контратаки мы постоянно рассматриваем. Я думаю, что не проблема, будет отлеснуть чуть подальше. Вот последняя красивая контратака, которую мы использовали для торговли. Это контратака покупателя. Локальный минимум, объем внизу, больше в минимум продавали, и цену под конец сессии вытолкали повыше. Вот, рыночные покупатели. При этом, как мы видим, дельта по объему в виде пин-бара. Соответственно, это и есть хороший пример контратаки. Точно так же хорошим примером контратаки является ситуация на битке. Если рассмотреть ее на старшем таймфрейме, то вы увидите контратаку. Да, спасибо за внимание. Хорошей пятницы, отличных выходных. До встречи в понедельник. Будем готовиться к новой троповой неделе. Счастливо. Если узнали для себя что-то новое, поставьте лайк. До встречи. Продолжение следует...